В Республиканском клиническом онкологическом диспансере состоялась пресс-конференция, посвященная реализации нового грантового проекта «Союза женщин-чувашие. Исцеляя заботой». И в самом названии проекта вы видите, что мы поставили во главу угла, что не только врачи могут помочь пациенту. В своем названии этого проекта мы показываем о том, что забота и внимание, оказанное пациенту, является очень важной составляющей частью для его выздоровления. И в этом проекте мы реализуем два направления. Первое направление – это психологическая помощь, и второе направление – это социальная поддержка. Для создания системы поддержки больных с онкологической патологией в реализации проекта объединятся общественники в лице «Союза женщин-чувашие», социальные работники Комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары и медики Республиканской психиатрической больницы и Республиканского клинического онкологического диспансера. Любой онкологический пациент, узнав о неприятном диагнозе, это стрессовая ситуация. Это ситуация, которая связана с прохождением стадии психологического состояния больного, первой из которых является шок, и последнее – это принятие заболевания и принятие каких-то мер к устранению вот этих вот явлений, связанных с болезнью. И на этом пути очень важно, чтобы пациента сопровождал профессионал, специалист, который подскажет, как себя вести, поможет принять эту информацию и поможет правильно себя вести на пути к выздоровлению. Разрабатываемые в рамках проекта обучающие программы по уходу за больными предназначены как для пациентов, так и для их родственников. Предполагается организовать курсы сиделок с последующим созданием соответствующего реестра. И это направление проекта будет реализовываться на базе комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары. Наверное, социальные услуги и медицинские, они всегда идут параллельно. И мы медицинскими организациями, теми, которые находятся на территории города Чебоксары, у нас со всеми сегодня подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе и с республиканским. Это наркологинский диспансер, психиатрическая больница. То есть мы очень тесно в этом направлении работаем. И поскольку мы участвуем практически во всех проектах, которые реализует Союз Женщин Чуваши, это очередной проект «Истеляя заботой» на базе нашего центра, у нас сегодня, она уже не первый год уже работает, это школа ухода за пожилыми инвалидами, где мы обучаем не только наших социальных работников, как нужно правильно ухаживать, но и родственников. И социальные работники наши сегодня, они уже умеют оказывать первичную доврачебную медицинскую помощь. Итогом реализации проекта явится системная деятельность по социальному и психологическому сопровождению больных с онкологическими заболеваниями с момента установки диагноза до последующей физической и социальной реабилитации в послеоперационный период по месту жительства. И эта система станет по-своему уникальной. Ведь такой подобной нет в других регионах России. А значит, исцеление заботы в Чувашской республике станет больше. Ольга Гурьянова, Екатерина Янгалакова. Жизнь столицы.